Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о фильме, который не только вдохнул новую жизнь в жанр боевых искусств, но и сделал Жан-Клода Ван Дамма звездой. Готовы? Поехали! Итак, перенесемся в 1988 год. «Кровавый спорт» выходит на большие экраны, но его история начинается с довольно необычных рассказов. Фильм вдохновлен спорными историями Фрэнка Дакса, мастера боевых искусств, утверждавшего, что он участвовал в секретном турнире «Кумите». Правда ли все, что рассказывал Дакс, или нет, одно можно сказать наверняка. Это стало отличной основой для фильма. Создание «Кровавого спорта» само по себе было целым приключением. Съемки проходили в Гонконге, запечатлев сырую энергию города и такие культовые места, как город-крепость Коулу. А музыка Пола Херцога просто великолепна. Она добавляет напряжение к каждой сцене боя. Интересный факт. Музыка Стэна Буша не вошла в официальный релиз фильма. Но ее можно найти на специальном издании CD. Теперь о сюжете. «Кровавый спорт» рассказывает историю Фрэнка Дакса, роль которого исполнил Ван Дамм. Даксу запрещено участвовать в Кумите, в смертельно опасном турнире по боевым искусствам. Но он все равно решает принять в нем участие. Тренируясь у мудрого Сензо Танаки, Дакс оттачивает свои навыки и проходит испытания. Он сталкивается с опасными противниками, включая безжалостного чемпиона Чонгли. Схватки между ними стали одними из самых зрелищных в истории боевых искусств на экране. В то же время у него завязываются отношения с американской журналисткой Дженнис Кент, которая расследует темную сторону Кумите. Но фильм не только о боевых искусствах. Это история о чести, стойкости и преодолении собственных пределов. Ван Дамм сыграл Дакса с невероятной харизмой и энергией, заставляя зрителей сопереживать ему на каждом этапе. Но как кровавый спорт показал себя в прокате? Снятый с небольшим бюджетом, фильм собрал более 50 миллионов долларов по всему миру. Это был огромный успех, который закрепил место фильма в истории боевых искусств в кино и возродил интерес к этому жанру в Америке. Мы не можем игнорировать долговременное влияние кровавого спорта. Фильм стал культовой классикой, за которым последовали три продолжения, а сейчас планируется и ремейк. Влияние фильма выходит за рамки кино, затронув мир смешанных боевых искусств. Такие бойцы, как Мирко Крокоп Филиппович, называли Ван Дамма своим вдохновением. И это еще не все. Наследие кровавого спорта проникло в поп-культуру и повлияло на такие видеоигры, как Mortal Kombat. Помните Джонни Кейджа? Да, это отсылка к персонажу Ван Дамма. Вот такая история. От захватывающих сцен боев и запоминающихся персонажей до культурного влияния. Кровавый спорт. Знаковый фильм в мире боевиков. Видели вы его раньше или нет, этот фильм обязательно стоит посмотреть. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о ваших любимых боевиках. Увидимся в следующий раз.